В неделю о блудном сыне и день празднования Собора Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской митрополит Курганский Белозерский Иосиф совершил торжественное богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана. Духовенство и миряне объединились в общей молитве перед ковчегом с мощами тех, кто пострадал за веру Христова в времена Красного Террора. Подробнее о событии в следующем материале. В прошедшем году наше Отечество вспоминало столетнюю дату начала кровавых революционных событий. Именно осенью 1917 года была пролита первая кровь за Христа. За пастырское наставление пьяными матросами был убит священник Иоанн Кочуров. А уже в январе 1918 года произошло страшное убийство митрополита Киевского Владимира. Пришли красноармейцы, обыскали покоя митрополита ночью, вывели его из стен Киево-Печерской лавры, сняли драгоценную панагию, бриллиантовый крест с клобока и расстреляли. За что? А просто за то, что он был русским и православным. Частица мощей священномученика Владимира Митрополита Киевского, со дня убиения которого в этом году исполнилось 100 лет, находится в ковчеге, перед которым были совершены торжественные богослужения. В нем же почивают мощи священномучеников Илариона, архиепископа Верейского, и Фадея, архиепископа Тверского, священноисповедника Афанасия, епископа Ковровского и других. Это бесчетная сонность святых, которые пострадали за веру Христову. И описать их страдания, описать те мучения, которые они претерпели, наверное, невозможно. Сами допросы превращались в изощрённейшую пытку. Святитель Лука Война-Ясенецкий, как врач, который прекрасно понимает, что происходит с ним в этот момент, писал, что у него при допросах начинались галлюцинации. В период богооборческих гонений на церковь кровь лилась рекой. Не было числа жертвам красного террора. Именно эта эпоха дала огромное количество святых угодников божьих, новомучеников и исповедников церкви русской. По завершении божественной литургии, которую возглавил митрополит Иосиф, перед ковчегом со святыми мощами новомучеников и исповедников было совершено молебное пение. Святые новомученицы и исповедницы российские, молите Бога на нас! Прикладываясь к святым мощам и духовенству, и миряне молитвенно обращались к тем, кто в кровавые годы гонений на церковь в нашем Отечестве не изменил Христу, кто доказал веру своей смертью или жизнью полной лишений, исповедуя Христа до конца своих дней. Ковчег с мощами новомучеников и исповедников церкви русской постоянно пребывает в Богоявленском соборе города Кургана. Как и многие другие святыни, расположенные в интерьере Богоявленского храма, он всегда доступен для поклонения верующих. Наталья Шупрецова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии для телеканала «Союз».